МВФ сегодня подтвердил, фонд настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине. И это основное условие для получения нового транша. Дмитрий Анопченко знает все подробности. Он сейчас в штаб-квартире Международного валютного фонда, где проходит весенний саммит. Последние дни апреля, время, когда из МВФ традиционно много новостей. К весенней встрече, на которую собираются финансисты со всего мира, фонд готовит и долгосрочные прогнозы, и громкие заявления. То, что в течение всего года озвучивалось лишь в закрытом режиме, на переговорах с представителями стран, теперь говорят вслух. И самый актуальный для украинцев вопрос условия для получения нового транша. О том, что без проведения пенсионной реформы МВФ стране денег больше не даст, это уже понятно, это подтверждают и отечественные чиновники. А вот вопрос повышения пенсионного возраста до сих пор оставался обсуждаемым, оставался открытым. Сегодня, отвечая на мои вопросы, глава Европейского департамента МВФ Пол Томпсон был откровенным. Фонд считает абсолютно необходимым, чтобы страна повысила возраст выхода на пенсию. По словам чиновника, это решение Киева станет критическим при проведении очередного пересмотра программы кредитования, то есть, по сути, для выделения нового транша. На пресс-конференции мистер Томпсон уже официально, что называется, под запись подтвердил этот факт. Да, повышение нижней границы возраста выхода на пенсию является критическим. Это, безусловно, то, что будет обсуждаться. И будет важным при обсуждении нового транша увидеть четкий план, как планируют реализовать. Таким образом, мой ответ – да, пенсионная реформа – важнейшая часть условий нового пересмотра. И повышение пенсионного возраста – часть этой реформы. Сказанное сегодня в фонде явно будет обсуждаться с украинскими чиновниками, которые находятся сейчас в Вашингтоне. Весенний саммит длится до воскресенья включительно. И в эти дни у отечественных финансистов, в частности, главы Минфина страны, много возможностей обсудить украинский вопрос. В том числе и неофициально, в кулуарах. Ну а в целом, что касается и мировой экономики, и экономики Восточной Европы, то эксперты МВФ довольно оптимистичны. Они прогнозируют пусть и небольшой, но стабильный рост. Хотя есть и фактор неопределенности. О политической неопределенности, тот же Брэкдит в Великобритании. Или, к примеру, о последствиях возможной победы Морели Пен на выборах во Франции. Все сегодня спрашивали чиновников фонда. Но политику в МВФ комментировать отказываются, причем категорически. А вот на выполнении экономических требований всеми, в том числе и Украиной, настаивают довольно жестко. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.